Добро пожаловать в Дом Божий И сегодня я буду говорить об очень важных вещах И я постараюсь это сделать как можно более как бы ясно, четко Вообще я такой как-то разговор слышал Там кто-то говорит, вот там Виктор очень много что-то стал в проповедях философствовать Там всякие какие-то умничания говорит, там всякие рассказывает А нужно там как бы просто, чтобы сила была там, вот такая сила была Вот у нас типа вот не философствует как Виктор, но такая сила И знаете, очень интересно, что когда люди начинают говорить такую критику Думаешь, окей, хорошо, у вас там такая сила, сила Но если на самом деле посмотреть, то там не сила, а там очень много разговоров о силе И когда говорят, вот там у нас много исцелений Там на самом деле немного исцелений И там их не больше вообще Там просто много об этом говорят Много говорят о силе Много говорят об исцелениях А поскольку там их не больше, то очень часто как бы есть некие как бы представления Представления, что там как бы много силы И поэтому возникает немало лжи Немало наигранности Немало как бы, когда нет каких-то исцелений Пытаются выдать что-то за исцеление Хотя на самом деле таких как бы исцелений там в действительности и нет Поэтому драгоценный Иисус учил нас реагировать на плоды Не столько на то, что люди говорят, как смотреть на плоды их жизни Правда же, драгоценные? На плоды их жизни Потому что сколько там много разговоров всяких не ведется Иногда, знаете, мне очень печально Когда я смотрю, как люди порой не понимают эти вещи И думают, вот там много говорят о силе Много говорится об исцелении И в итоге жизни разрушены у таких людей Я вам скажу, некоторые говорят, пастор Там некоторые люди уходят, их надо остановить Вы знаете, если человек куда-то идет Ну вот он хочет, ну пускай идет Потому что люди не являются в церквах как бы крепостными, что ли Мы имеем право выбирать наш путь жизни Я лишь как пастор могу предостеречь вас Когда часто люди уходят И там есть некоторые люди ушли Там кого-то там был бизнес И разваливается вообще бизнес А они продолжают кричать о силе, о силе Думаешь, ты был здесь, у тебя было все хорошо Ты ушел, у тебя все развалилось Ты кричишь о силе, о силе Когда я смотрю на некоторых людей печально Мне вот недавно одна из лидеров домашних групп Рассказала про верующих Они ушли из нашей церкви Когда ушли из нашей церкви И после этого там женщина получила большую-большую травму Как только ушла Если бы я был таким духоманом Я бы тут же сделал вывод Смотрите, ушла из нашей церкви И тут же травма получилась Не уходите, чтобы как бы были здоровыми Но на самом деле это манипуляция Это манипуляция Ушла, и там что-то как бы такое исселение Которое даже сделали ролики А на самом деле они продолжают болеть И она продолжает болеть И никого исцеления нет И вот этот лидер недавно побывал у них И говорит, пастор, такое печальное зрелище Когда у людей все разваливается Там постоянно требуют большие пожертвования Если у нас в церкви, я говорю, Бога слушай А не поддавайся манипуляциям с кафедры Есть немало людей, которые с кафедры Проповедниками будучи Манипулируют людьми, чтобы взять их деньги Я когда об этом говорю, мне одна же сестра сказала Пастор, не может быть такое про проповедников Я сразу вспоминаю, помните у Булгакова В Мастере Маргариты, когда Волон там спрашивает у одного из работников В Ариете Он говорит, что, говорит, и среди москвичей Есть обманщики И вот этот работник так говорит, да, вот даже среди москвичей есть обманщики Поэтому если кто-то думает, что там пастор, среди проповедников есть обманщики Бывает даже и такое Среди проповедников обманщики И в итоге там они продали квартиру У них на Ленина была квартира Большая квартира Сейчас живут там где-то в другом месте В маленькой квартире Говорят об исцелении, нет исцеления О процветании Потеряли все, что имели, понимаете? Потеряли все, что имели Я иногда смотрю на такие примеры Но мне так жалко, так жалко Драгоценные Не думайте, что если что-то с кафедрой утверждается уверенно Значит, правда за этим стоит Правда Может быть, кто-то спросит пастор Ну, как узнать, правда или нет? Вы знаете, к сожалению, многие вещи ты начинаешь понимать только с опытом С опытом Единственное, что я стремлюсь, когда я выхожу сюда Я стремлюсь быть максимально честным Я знаю, есть некоторые вещи Которые позволяют с людей больше денег собирать Каким-то образом делать больше пожертвования Но возникает вопрос А честные ли это методы И честные это пути И можно набрать, знаете, много денег Но при этом душе своей навредить Поэтому важно осознавать Мы все с вами находимся пред Господом И когда я вас учу Я не философствую здесь Наоборот Я стремлюсь как можно более сложные вещи В духовном мире В духовных переживаниях Рассказать вам простым, наглядным языком И я это делаю потому, что я сам это переживаю Я знаю, как это работает И я очень бы хотел, чтобы каждый из нас Из верующих, из прихожан нашей церкви Не велся на пустые вещи Там, сила, исселение или еще Об этом так много говорят И у людей много проблем И поэтому на это легко очень купиться Но я вам говорю, драгоценные Идите за настоящими вещами За настоящими вещами Не везде, где говорится сила Там на самом деле сила есть Но есть вещи, которые в действительности происходят И они реальные И я этими вещами с вами и делюсь И то, о чем я сегодня буду говорить Я считаю это чрезвычайно важно И мне кажется еще одна вещь Что, к сожалению, церковь Вот из того, о чем мы сегодня будем говорить Сделала просто доктрины какие-то Которые, к сожалению, у протестантов Тоже возникли некоторые там такие традиции Которые мертвые То есть, как бы об этом говорится Но в жизни это видно не часто И я хотел бы сегодня вместе с вами Открыть Евангелие от Иоанна Третью главу Евангелие от Иоанна Третья глава И прочитаем с вами с первого стиха Знаменитая история Встречи Иисуса с Никодимом Я знаю, что мы об этом часто говорим Там на всяких библейских курсах Занятиях об этом часто говорят Я хочу попросить вас Давайте на эту историю Посмотрим как бы свежим взглядом Не через многие доктрины Которые мы с вами слышали или читали Но вот так свежим взглядом Посмотрим на эту историю И вот смотрите Первый стих говорит Вот я вам скажу, что Если вы поймете, о чем мы сегодня говорим Вот это реально сила придет в вашу жизнь Настоящая Без обмана Между фарисеями Был некто Именем Никодим Один из начальников иудейских То есть видите, это был Не просто человек Там какой-то значительный Это был религиозный учитель Тот, кто сам часто учил И проповедовал И вот он пришел к Иисусу Ночью и сказал ему Рави Мы знаем Что ты учитель Пришедший от Бога Ибо таких чудес Какие ты творишь Никто не может творить Если не будет с ним Бог Иисус сказал ему в ответ Истинно, истинно Говорю тебе Если кто Не родится свыше Не может увидеть Царствие Божие Никодим говорит ему Как может человек Родиться Будучи стар Неужели может он В другой раз Войти в утробу Матери своей И родиться И Иисус отвечал Истинно, истинно Говорю тебе Если кто Не родится От воды и духа Не может войти В Царство Божие Рожденное от плоти Есть плоть А рожденное от духа Есть дух Не удивляйся тому Что я сказал тебе Должно Вам Родиться свыше Дух Дышит Где хочет И голос Его слышишь А не знаешь Откуда приходит И куда уходит Так бывает Со всяким Рожденным От духа Никодим Сказал ему в ответ Как это может быть Иисус отвечал И сказал ему Ты учитель Израилев И этого ли не знаешь Истинно Истинно Говорю тебе Мы говорим О том Что знаем И свидетельствуем О том Что видели А вы Свидетельство Нашего Не принимаете Если я сказал вам О земном И вы не верите Как поверите Если буду Говорить вам О небесном Вы знаете Очень интересная история И очень интересный Диалог Между Никодимом Учителем Израиля И Нашим Господом Иисусом Христом Когда мы читаем Эту историю Вот я заметил За собой Что уже Как бы читая Вот подобные истории Сразу же В голове Возникают Определенные Картины Которые у нас С этими Историями связаны То есть Когда мы читаем Третью главу Евангелия Иоанна То мы понимаем Ну это ясно О чем Это когда В конце собрания Проповедник говорит Кто здесь еще Не принял Иисуса Христа И поднимаются руки Люди приглашаются Вперед Говорится молитва Покаяния И в конце говорит Вот Если вы с искренним Сердцем это говорили Вы родились свыше И теперь Вы являетесь Частью Божьей Церкви То есть Мы это Вот всегда Связываем Вот с этим И поэтому Когда ты читаешь Третью главу Думаешь Ну что тут интересного Я уже в принципе Может быть Много лет назад Покаялся Для меня Эта история Не актуальна Я как бы Иду дальше Я бы Не сказал сегодня Что для нас Верующих Вот эта история Уже не актуальна Типа мы это прошли Это у нас Какой-то Этап уже За спиной Давайте с вами Подумаем Драгоценные О чем же здесь Говорит Иисус Смотрите Иисус говорит О неких вещах Которые помогают нам Да Рождиться свыше Это само слово Свыше Это греческое слово Анотхен Означает Свыше Снова Например Когда Апостол Павел В послании Галатам Пишет О немощных Вещественных Началах Он говорит Зачем вы снова Порабощаете себя Имя И вот это слово Снова Да Тоже Слово греческое Анотхен Которое здесь Переведено свыше То есть Иисус говорит О неком Процессе О неком Переживании Перерождении Возрождении Которое нам Позволяет Увидеть Царство Божье И Войти В это В это Царство Что же Это за такое Интересное Переживание Что же Вот это за Такой Процесс Я Когда помню Еще учился Здесь у нас В педагогическом То Мы проходили О том Что в жизни Человека С самого Младенчества Есть такие Этапы И между Этапами Есть кризисы Такие Психологические Кризисы Когда человек Как бы С одного Этапа Переходит На другой Этап Вот есть Некие Психологические Кризисы Ну например Когда в 7 лет Человек В школу Идет В педагогике Считается Вот это Один из важных Кризисов Ну там Когда Женится Человек То есть Многие вещи В его жизни Заканчиваются Начинается Новый этап И Переход с одного Этапа На другой Является Как бы Связан с неким Кризисом Внутренним В том числе Кризисом Но Когда я Стал христианином Я обнаружил Что В нашей жизни Есть Что-то И об этом Я думаю Говорит Иисус Что является Не просто Кризисом Перехода С одного Этапа На другой Там Был В садике И стал В школу А Некая Некое Переживание Словно Весь Твой Мир Перевернулся Не просто Что-то Изменилось Не просто Что-то Стало Другим А как Будто Вообще Все Другое Ты не Просто Прошел Кризис И Повзрослел Вырос Из Ребенка Стал Подростком Из подростка Стал Юноша Нет А такое Ощущение Словно Ты уже Словно Стал Другим Человеком То есть Это не просто Кризис А это Словно Рожден Снова Словно Вот что-то В прошлом У тебя Заканчивается И начинается Что-то Совершенно Другое Совершенно Другое Я думаю В Библии Есть Примеры Давайте Откроем Луку Евангелие От Луки 13 главу Когда Что-то Близкое С рождением Человек Его Младенец Есть Некий Образ Близкий Образ Птицы И Птенцов И вот Смотрите В Евангелии От Луки В 13 главе Говорится 34 стих Слова Христа Когда он смотрел На Иерусалим 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 Избивающий Пророков И камнями Побивающий Посланных К тебе Сколько раз Я Собрал Сколько раз Хотел я Собрать Чад твоих Как птица Птенцов Своих Подкрылья И вы Не захотели Вот смотрите Тоже очень Интересная Картина Где Бог Показан В образе Птицы Которая Собирает Свой Народ То есть Народ Показан Как Как птенцы Какая-то Близкая Картина Я вот Помню Как-то Читал Это место И решил Думаю Как-то Я Родился В городе Всю жизнь Живу В городе Думаю Никогда Не видел Как же Птица Как же Птица Высиживает Птенцов Как она О них Заботится Я помню Нашел Разные Книги И стал Читать Вы знаете Очень много Интересного Материала Нашел Прежде всего Ну конечно Когда мы думаем Про Птиц Когда мы Думаем Про Яйца То конечно Прежде всего У нас в сознании Это связано С курицей Курица Куриные Яйца Я даже Специально Попросил Чтобы мне Принесли Такое Для Доглядности Спасибо Нем Несколько Яиц Вот Вот Драгоценное Когда Мы сейчас Говорим Не про Инкубатор Мы говорим Про Несушку И вот Про яйца И оказывается Что Когда Курица Сносит Яйца Она Сносит Яйца Яйца И примерно 12 яиц Сносит Очень тоже Интересно 12 число И после Кого Как она Сносит 12 яиц Она на них Садится И Высиживает Их Около Трех Трех Недель То есть Около Трех Недель Она Высиживает Яйца На сетках Потом Цыплята Начинает Вылупляться Поскольку Яйца Были Снесены В разное Время То и Вылупляются Они тоже Не в один День Вот То есть Смотрите Интересно Сначала Не яйцо Появляется Сначала Не птенец Появляется А А яйцо И вот В период Высиживания Настоящая Наседка Практически Не оставляет Своего Гнезда То есть На короткое Время Побежит Там что-то Перехватит Покушает Попьет И снова Возвращается Возвращается Потому что С этого момента Все что она делает В жизни Она высиживает Яйца Она заботится Об этом Смотрите В В книге Пророка Исаия Десятая голова Четырнадцатый стих Есть слова Царя Ассирии Я вам прочитаю В современном переводе Этот стих И вот Царь Ассирии Так надменно Говорит О народах Своими Собственными руками Я забрал У них богатство Как забирают Яйца Из птичьих Гнезд Птица Часто Оставляют Гнездо С яйцами И тогда Его некому Защитить Никто Не бьет Крыльями И не пищит Охраняя Гнездо И люди Забирают Яйца Не нашлось Никого Кто мог бы Помешать мне Захватить На роды Земли Надменная Речь Этого Языческого Царя Но смотрите Что он Говорит Если Птица Оставляет Своё Гнездо Никто Не сможет Защитить Яйца То есть Всё зависит От Заботы От заботы Божьей В нашей жизни И тут Смотрите Очень Интересная Вещь Мы Часто Думаем То что Бог Делает В нашей Жизни Это Однажды И навсегда Хотя На самом Деле Смотрите С одной Стороны Вроде Само Яйцо От Бога И Более Того От Курицы Приходит Яйцо Курица Заботится О Яйцах Хотя Курица Понимает Не знаю Курица Понимает Или нет Но Бог Точно Понимает Что Однажды Птенец Должен Разбить Яйцо И выйти На свободу То есть Порой Бог Заботится О чем То в нашей Жизни Хотя Мы Должны Однажды Эти вещи В своей Жизни Оставить Забота Бога О нас Говорит Не о том Что то В чем Мы Находимся Это Вот На все Времена Однажды И навсегда Нет Забота Бога Говорит Лишь Только О его Милости Он С нами На всех Этапах Нашей Жизни Он Заботится И его Благодать Велика И вот И вот Смотрите Вот Курица Курица Садится И вот Начинает Высиживать Яйца И если там Неверная Какая-то Птица Может Как вот Царь Осирий Говорит Вот Оставляет Гнездо Конечно Бог Не оставляет Своей Своей Заботы И вот Курица Сидит На яйцах И вот Представь Себе Мы Мы с тобой Как цыплята Которые Пока Находятся Внутри Этого Яйца То есть Цыплята Но еще Как бы Созревающие Не вылупившиеся Мы Находимся Вот В этой Скорлупе Такая Красивая Гладкая Защищает Маленького Зародыша Птенца От Там Ветра От Снега Каких-то Погодных Условий Мы Находимся Вот В этом Вот Вы знаете Точно Так же В нашей Жизни Все Часто Начинается Вот Именно Вот С Яйца Мы Себе Формируем Что-то Точнее Не то Что мы В нашей Жизни Это Формируется Что-то Такое Ясное Понятное Определенная Система Система Пониманий Система Взглядов То, что мы Называем Мировоззрение И мы Находимся В этом И в принципе До определенного Момента Мы чувствуем Себя Комфортно Там В яйце Есть все Все необходимое Питание Все И кажется Вот Жил бы и Жил И так Все хорошо И так Все хорошо Однако Появляются Порой Постепенно Постепенно Начинают Тебе Быть Все Более И более Тесными То есть Тебе Вот В этих Взглядах Уже Тесновато И И те Ответы Которые Раньше Тебе Удовлетворяли Сейчас Тебя Уже Перестают Удовлетворять Ты Растешь А яйцо Остается Точно Таким Вот Эта Скорлупа Остается Точно Таким Же Раньше Ты там Хорошо Себя Чувствовал А теперь Уже Смотришь Уже Стенки Подпирают Уже Уже Это И хотя Тебе Продолжает Там Так же Быть Все Безопасно Понятно Тут Нет Каких Философств Из проповеди Виктора Не Не надо Не надо Вот Тот Получишь Вот Там Будешь Так Делать Бог Тебе Так Сделает Посеешь Тридцать Сто Крат Пожнешь Ты Такой Счастливый Во всех Этих Своих Думаешь Какая Жизнь Простая У меня Как Слава Тебе Пришел В церковь Получил Ответы На все Вопросы А постепенно Вдруг Тебе Эти Ответы Начинают Давить И то Что Раньше Было Таким Ответом Ты его С радостью Другим Пересказывал Сейчас Смотришь Даже Тебя Как-то Этот Ответ Не так Уже Стал Удовлетворять Вот уже И ты Сидишь Там Находишься Внутри Уже Этого Мирка И он Такой же Простой Такой же Гладенький Такой же Вроде Безопасный Но Он Уже Тебя Не Удовлетворяет Так Как Он Тебя Удовлетворял Удовлетворял Раньше И вы знаете Что интересно Тогда Изнутри Это где-то Вот На девятнадцатый Двадцатый День Вот Начинаются Такие Проклювы Проклювы Делаются Я специально Попросил Несколько Фотографий Сделать Вот смотрите Вот самая Самая первая Фотография Когда видите Вот Вот изнутри Начинается Вот у этого яйца Такой проклюв Вот Ну уже тесно Уже Уже Не вмещаешься Начинается Такой проклюв Знаете Что интересно И то сделано Таким образом Что Его Изнутри Разбить Намного Легче Чем Снаружи Снаружи Оно Защищено Апостол Павел Однажды Однажды В послании К филиппийцам Написал Такую вещь Послушайте Филиппийцам Третья голова Пятнадцатый стих Итак Пятнадцатый стих Пятнадцатый стих Пятнадцатый стих Пятнадцатый стих Пятнадцатый стих Так в принципе Вот в этих короткой фразе Все то чем я как пастор занимаюсь Я не могу помогать вам вылупляться Потому что это ваша задача Я не могу разбивать скорлупу Это ваша жизнь Я лишь вот Когда берем А в Библии часто вода сравнивается со словом Божьим Да Вот давать слово Божье Чтобы ваша скорлупа была помягче Помягче Но поймите Это не моя работа И это не моя задача вылупляться Я вылупляюсь в своей жизни Вы должны в своей это делать Я лишь как-то вот смачиваю Чтобы так как-то помягче Вот Но это вы должны действовать Вы должны Вы должны двигаться Вот И вот они продолжают стучать Стучать им тяжело Им трудно Можно еще следующую фотографию Да Вот И вот они пытаются вот Вот как-то Поэтому знаете Иногда вот ты слышишь И думаешь Пастор Вот ты о чем-то говоришь И я этого не совсем понимаю В свое время поймешь Скажешь А что мне сейчас сделать Вот будьте в том В чем вы находитесь Стремитесь к большему Но Как пишет Павел Говорит В свое время Бог откроет Говорит Главное вот поступайте По тому правилу Вот по тем пониманиям В которых вы находитесь сейчас Все должно быть естественно Все должно в вашей жизни И идти как естественный Ваш внутренний Духовный Духовный роз Я буду там смачивать водичкой Вашу скорлупу Стараться По мере сил Но Но не в моей силах И не в моей власти Этот процесс Каким-то образом ускорить Там как-то сделать его Более энергичным Вот Все должно быть Все должно быть естественно И вот смотрите И вот цыпленок начинает долбить Интересно в этот момент Когда вот цыпленок Вылазит из его яйца Курица начинает издавать Такие определенные звуки Которые словно Побуждают Его Продолжать Как бы не останавливаться Не отчаиваться Что бью-бью А ничего разбить не могу Она начинает давать ему звуки Которые бы Как бы Привлекали цыпленка И побуждали его Продолжать 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 Влупляться Знаете, очень интересно Когда происходит такое В твоей жизни Как будто Какие-то старые понимания Старые картины Старые Простые ответы На сложные вопросы Перестают тебя удовлетворять Вот И ты как бы Не знаешь что делать Словно Бог Начинает Как будто Свой голос подавать И ты Можешь его слышать Через Разные вещи Причем Иногда читаешь Библию Вдруг Раз Словно Открыл место Писания Которое Ну вот вроде бы Не замечал его никогда И вдруг Как будто Бог продолжает Тебя не останавливаться Сам вдруг Пообщался с верующими И они как раз Какую-то тему затронули Которая для тебя Как раз сегодня Очень и очень И очень важна Знаете Вот То есть через разные Вещи Разговоры Может быть Даже часто Какие-то фильмы Песни Изучение Конечно Библии Слова Божьего Вдруг Начинает слышать Голос Который побуждает Тебя Давай-давай Раньше Ты словно Этого голоса Не замечал И не слышал Не наступил момент Но сегодня Господь продолжает Тебя Давай-давай-давай Что интересно Бог Он Защищает тебя Он Оберегает Тебя Но Есть вещи Которые должны В твоей жизни Идти Как именно Твоя работа Твой духовный Поиск Твой труд Как Сказал О вылуплении Иисус Христос Да Стучите И Вылупитесь Вот Поэтому Это все начинает Продолжаться 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 Да Вот Продолжаться Пока Пока В конце Концов Цыпленок Не вылупляется Вот Еще Следующую фотографию Можно И вот Он Вылупился Когда Цыплята Только-только Вылупились Они Ну Они Выглядят Не Не очень Привлекательно Они Все такие Мокрые Несчастные Усталые Вот он Такой же Процесс Прошел И вот Он Такой Маленький Бедный Такой Несчастный Одинокий Потому что Вот он Раньше Тут вот Мы все Такие Сидим В яйцах Такие Хорошо Нам все Да Тут Ты Вылупляешься Смотришь Вокруг Яйца Еще Поговорить Не с кем А говоришь Тебя не понимают У него там Свое У него там Свой ответ В этом Находится А тебя этот ответ Уже не устраивает Да Вот И Нужно Какое-то Время Какое-то Время Чтобы Цыпленок Высох И когда Вот он Уже Высыхает Это Несколько часов Занимает Постепенно Вот его Пёрышки Вот это Первый пух Его Желтенький Может Следующий Да Вот Вот он Такой Вот И еще Одну Фотографию Вот И вот он Уже Вот такой Становится Красавец Уже Уже Вот Уже хоть Домой И голову Отрезай Вот Вот уже Такой Цыпленок Да Вот Вот этот Процесс И вот он Вылупляется И вы знаете Вот Иногда Думаешь Стремился 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 И к чему То есть Мы-то Думаем Да Вроде бы Нам в этом Яйце Удобно Комфортно А когда Вылупимся Там вообще Будет Так Удобно Так Комфортно Нам и сейчас Неплохо А Потом Вообще Будет Удивительно Незамечательно А все Происходит Немножко Не так Как ты планировал Тот Вроде бы Стремился Пробивался Стучал Там Изнутри И вот Вылупляешься А мир Оказывается Вообще Не такой Которому Ты Привык Нет уже Этих Этих Гладеньких Стенок Удобных Может быть Тесновато Было Но Тепло Стенки Тебя Защищали А тут Ты Оказался Во-первых Что Оказывается Мир То Он Намного Ты Не просто Из одного Яйца В большее Вылупляешься Ты Оказываешься В таком Мире Где Конца Край Не видать И в этом Мире Оказывается Не так Что Как у тебя Было В яйце Тут И ветер Тут И дождь Тут И снег Тут Чего Только Нет И Часто Одиночество Чувствуешь С кем Раньше Общался Сегодня Уже Смотришь Там Трудно Найти Порой Какие-то Вещи По-разному Понимаете По-разному Думаете Ты Находишься В такой Ситуации Что Что Произошло И Бывает Даже Такая Ностальгия По Старой Жизни По Старому Мировоззрению Там Было Так Все Понятно Такие Простые Ответы Так Все Было Ясно Так Все Было Гладенько А Тут Виктор Со Своей Философ Что Не Учит Нас Как Раньше В 95 Шагов Веры Потому что Виктор Тоже Оказывается Вылупился Не Учит Вот Эти Все Моменты А Что Рассказывает И И Это Как-то Очень Бывает Не Вмещается Милые Мои Может Быть И Не Вмещается Но Это Настоящее 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 Здесь Бывает И Холодней Бывает Не Так Все Понятно Не Так Все Гладко Но Это Настоящее И Потом Пройдет Еще Какое-то Время Прежде Чем Этот Цыпленок Уже Сам Научится Себе Там И И Пищу Добывать Там И И Перья У него Уже Замес Этого Пушка Вот Этого Молодого Перебудет Перебудет Птица Это И И И Летать Уже Научится Через Какое-то Время Да Пройдет Время И И Летать Уже Будет Вот Но Вот Как бы Это Словно Переход Это Не Просто Новый Этап Жизни А Это В действительности Словно Перерождаешься Возрождаешься Старые Вещи Старая Скорбупа Старые Ответики Старые Порой Понимания Словно Разваливаются И Ты Смотришь А что То же Самое Ну Господь Тот же Самый А Многие Вещи Уже Совсем По-другому Начинаешь Осмыслять По-другому Смотреть По-другому И Это Порой Пугает Нас Порой Это Нас Не удовлетворяет Думаешь Ну Как же Так Вот Как Но Если Цыпленок Пойдет К своей Старой Скорлупе Если Он Попытается Зарыться Под Старой Скорлупкой Уже Ничего Как Раньше Не Будет Это Попытки Вернуться В старое Жить Какими Старыми Ответами Тогда Это Было Хорошо Тогда Это Тебя Благословляло А Сейчас Уже Нет Сейчас У Бога Для тебя Другие Вещи Поэтому Часто Очень Господь Говорит Нам В своем Слове Не Бойся Потому Что Духовный Рост Связан С тем Что Нам Открывается Многое Настолько По-новому Что Это Порой Обескураживает И даже Пугает Как же Жить Да Дальше Как же Жить Без Этих Привычных Скорлупы Без Привычных Этих Ответов Без Привычных Этих Этих Пониманий Вот На Что Разваливаются И Нужны Новые Да А Ты Новые Скорлупы Не Находишь И Знаете И бывает Такое Часто Бог Открывается И ты Словно В каком-то Подвешенном Состоянии Здесь Знаете Есть Очень Интересный Момент Потому Что Когда Цыплята Вот эти Вылупляются И они Привязываются Сразу К курице Которую Они Видят Они Видят И начинают Привязываться К ней И уже Ходить За ней Гуськом То есть То что Остается В нашей Жизни Это Господь Его Милость И благодать И Бог Часто Нас Учит Именно Уповать Не на Свой Разум Не на Свои Понимания Не на Свою Логику Не на Свои Ответы А Уповать На Него Потому Что Часто Упование На Бога Ты Уповаешь На Него Ты Многие Вещи Не Осознаешь Даже Порой Не Понимаешь Как Это Как Это Как Это Так Но Когда Ты Ощущаешь Связь С Ним Это Единение С Ним Тогда В твое Сердце Приходит Мир Любовь Скажешь Виктор Почему Ответы Пришли Да Потому Что Он Рядом Вот Почему Все Последнее Время Я Делаю Такой Акцент На Личном Познании Господа На Личном Переживании Бога Когда Многие В познании Бога Вот Эти Старые Ответы Старая Скорлупа Какие-то Богословские Моменты Они Словно Разваливаются Они Уже Тебя Не Устраивают Не Удовлетворяют И Ты Понимаешь Единственное Что Есть В этой Жизни Единственное Это Господь И Иметь Связь С Ним И Познавать Его И В принципе Знаете Вся Библия Мы Часто Берем Библию И делаем Из него Какой-то Учебник Но Библия Не была Написана Как Учебник Где Вот Вопросы А в конце Все Ответы Библия Это Рассказ О людях Которые Тысячи лет Назад Две тысячи Лет Назад Три Четыре Вот Просто Напросто Показаны Примеры Жизни Людей Как они Искали Бога О том Как люди Ходили И развивали Свои отношения С Господом Вот Что это Для нас Это пример Люди Подумали Некоторые Верующие Что Наша Цель Жизни Это Изучать Как Другие Ходили С Богом Как Они Переживали Бога Конечно же Интересно Изучать Это Но Это Никогда Не Заменит Твою Личную Духовную Жизнь Твое Личное Познание Бога Часто Даже Иногда В жизни Происходит Я помню Когда В моей Молитвенной Жизни Есть Некоторые Вещи Господи Я их Не Понимаю Почему Так Так Потом Читаю Про Даниила И Даниил После Переживания Бога Говорит Я просто Болел Несколько Дни Я думаю Оказывается Не только У меня Такое В жизни Бывает Но и У людей Которые Искали Господа Но нельзя Их Познанием Бога Заменять Твое Личное Познание Бога Это Никто Не Может Сделать Ни Пастор Церкви Ни Какие-то Великие Апостолы Даже Герои Библии Не могут Заменить Для тебя Твое Личное Хождение С Богом Твое Личное Познание Бога Твое Личное Переживание Бога Это Вдохновение Давай Не Сдавайся Не Сдавайся Ищи Его Лица Стремись Забывай Заднее Простирайся Простирайся Вперед Потому что Бога Так много Приготовлено О чем Ты даже Не подозреваешь Потому что Все равно Когда Вот Мы думаем О духовном Взрослении Мы все равно Какие-то Картины Себе Рисуем Но часто То что Приходит От Бога Оно Совсем Не то Что мы Там Себе Напридумывали Совсем Не то О чем Мы там Думали Представляли Себе Каким-то Образом Это бывает Настолько Грандиозно Настолько Удивительно Что даже Страх Приходит Внутрь Потому что Твой разум Не в силах Это понять Не в силах Это вместить Вот почему Настоящее Познание Бога Всегда Связано Со смирением Это смирение Какой бы ты Умный Разумный Не был Сколько у тебя Дипломов Или научных Степеней Не было Познание Бога Всегда Больше Твоих Пониманий Больше Всех твоих Мечтаний Это тебя Просто-напросто Смиряет Думаешь Вот так вот А что же Это делать Живи Цыпленок Понимаешь Ты здесь Не понимаешь Живи Расти Развивайся Духовная жизнь И не держись За старые Эти вещи Забывая Заднее Простирайся Вперед К почести Вышнего Звания Во Христе Во Христе Иисусе И поэтому Это очень важно Понимать Что вот Есть Не просто Этапы А словно Полное Перерождение В твоей В твоей Жизни И В самом Конце Я хочу Открыть Семнадцатую Главу Евангелия От Луки Семнадцатая Глава Евангелия От Луки Быв же Спрошен Фарисеями Когда Придет Царство Божие Отвечал Им Не придет Царство Божие Приметным Образом И не скажут Вот оно Здесь Или вот Там Ибо вот Царство Божие Внутри Вас Есть Вы знаете Порой Люди Когда продвигаются Начинают с пренебрежением Относиться к своему Прошлому Нельзя пренебрежать Прошлым Потому что Цыпленка Не было бы Если бы прежде Не было бы яйца Правда же драгоценное Яйцо Это необходимый Этап Плохо Когда Вся твоя жизнь Одно яйцо Плохо Когда нету Движения Дальше Но Само по себе Яйцо Это Это необходимо Оно необходимо Как Важная часть В твоем росте И в твоем Развитии Необходимо Но со временем Ты начинаешь понимать Все самое важное Все самое главное Оно происходит Не где-то там И его Откуда-то Вот Извне Не нужно Ждать Вы знаете Мне последнее время Стало очень резать Когда Вот смотришь Проповедников И некоторые проповедники Они вот Словно Всю жизнь Чего-то ожидают Какого-то Великого Движения Пробуждения Ну Которое Они опять связывают С силой С исцелениями И прочим Прочими Вот Вот Такого ожидают Они Вот И Сегодня Очень много Проповедей Которые говорят Давайте Вот еще немного И вот Начнется Движение Какое-то там Правительство Может быть Христианское Или еще какое-нибудь И там Вот И И верующие Постоянно Заряжены Вот На каком-то Ожидании Там Вот Чего-то Где-то Произойдет И вот Царство Божие Как Обрушится Там Кто-нибудь К нам Приедет Какой-нибудь Проповедник Какой-нибудь Апостол Еще Кто-нибудь И такое Вот тут Прям Начнется Удивительное Нет Это К сожалению Болезнь Всей Истории Церкви Постоянно Вот Чего-то Вот Так Так И не Поняли О чем Говорил Иисус Христос А он Говорил О том Что Царство Божие Не придет Приметным Образом Вот Там Вот Сям Еще Где-то Там Откуда-то Вот Принесется Вот эти Очень любят Пророчества Оттуда Оно Отсюда От верблюда Знаете Вот это Какой бы нам еще Пророк тут Рассказал Вот Что-то Мы не знаем Давно Не слышали Сказок Разных Мы не слышали Для вдохновения Нам Нет Царство Божье Внутри Вас Есть То есть Смотри Это как Ученые Они же ведь Не создают Законы Они Открывают Законы Существующие Задолго До них Ньютон Не открыл Не создал Закон Притяжения Он Открыл Что было Правда же Царство Божье Внутри Вас Есть Что же Помогает Нам сделать Рождение Свыше Или Рождение Снова Кто не Родится Свыше Не увидит Царство Небесное Кто не Родится Свыше Не войдет Царство Небесное Этот процесс О котором я Сегодня Рассказывал Помогает Нам Увидеть То что Находится В нас И войти В это Увидеть И войти Не где-то Вот там А то что Уже Находится В каждом Из нас Увидеть И войти Как будто Ты вдруг Во время Духовное Во время Молитв Ты вдруг Начинаешь Переживать То Чего Не переживал Раньше Но это Не откуда-то Извне А словно Внутри Тебя Ты вдруг Начинаешь Видеть То что Ты не видел Раньше Начинаешь Переживать То чего Ты не переживал Раньше Оно было Но ты Словно Был слеп Потому что Ты туда Куда-то Был настроен Там Куда-то Направлен Был Вот И все Ожидал От кого-то А там Какой-то Проповедник Придет И какой-нибудь Вот Как помазанный А у нас Помазанный Кто громче кричит Тот сильнее Помазан Кто Увереннее Тут Задвигает Какие-то вещи С кафедры Значит В том Веры Божьей Больше Вот такие Какие-то стили Ну а Когда такие Ожидания Все равно находятся Как Пели Базилия С Лисой Алисой Да Пока живут На свете Дураки Обманом жить Нам стало быть С руки Всегда есть Такие люди Да Вот Ему покажешь Медный грош И делай с ним Что Значит Вот Сейчас разбогатеете Как начнете Хочу Хочу И потом Разочарование 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 Сплошные Разочарования Вместо того Чтобы в действительности Искать Царство Божие Искали непонятно Чего Искали непонятно Кого Неконятно Откуда Чего-то ожидали Все время Куда-то Прорывались Начнется Чего Начнется Чего Начнется Вы знаете Что начнется Внутри вас Должно начаться Внутри вас Вот где Должно Начаться Где вы Все Царство Царство Божие В Москве В Москве Сказал 25 лет 25 лет Служу А мы А мы Не знали Нас Вылупляться Вылупляться Вот там Вот там Вот там И не надо Никуда Иисус Это вот Все бегают Вот там Все Потом Все Разочаровываются Как-то Новые моды Приходят Старые Уходят Вот так Нас Мотает Вот сидим Мы Вот эти Цыплятов Своих Из Корлупи И что-то Ждем Хотя На самом деле Все Все Что Бог Для тебя Приготовил Внутри тебя И находится Скажешь Посмотри Я не вижу Ну вот Нужно Тебе Родиться Свыше Скажешь Царство Божие Во мне Ага Не вижу Родись Свыше Так я Уже Выходил Покаялся Лет Десять Назад Ну Молодец Но что-то Иисус Ничего Не говорил Об этом Кто Выйдет И Покается Увидит Царство Небесное Увидишь Все Вышел Вперед Что ты можешь Лучше Увидеть Меня Я конечно Не хочу Себя Уничижать Но я Не совсем То Что Царство Небесное Оно Внутри Тебя Находится И вот Этот Процесс Когда Вау И словно Эти Пелена Убирается И ты Видишь Эти вещи Ты Входишь В эти Вещи Мир Полностью Меняется Вокруг Тебя Все Это Скорлупа Я знаю Тяжело Бывает Какие-то вещи Уходят Из нашей жизни А ты К нему Так Привязан Был Я понимаю Мне самому Бывает Тяжело Расставаться С тем К чему Я был Привязан Но Этот Процесс Нельзя Останавливать Бог Приготовил Что-то Большего Нет Может быть Этих Теплых Гладких Стенок Зато Какой Большой Мир Есть Самое Главное Настоящее Вы Поймите То К чему Я стремлюсь Как пастор Вести вас К настоящему Не к религиозным Байкам Сказкам К фантазиям Росказням Ну Ненужным ожиданиям Оно Есть Реально И кто-то Из вас Уже Разочарован В многих Вещах Скажешь Пастор Слава Господу Значит Ты на пути К настоящему Пока Пока Тебя Устраивает Все В твоем Яйце Ну Сиди Там Пока Не наступит Время Пастор Ну если Там есть Разбейте В конце Концов Яйцо Вытащите Меня Покажите Мне Бога Это Убьет Просто Убьет Этот Процесс Должен Ити изнутри Понимаете Изнутри Продолжай 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 В этом Двигаться Продолжай И мне совсем Все равно Как ты сейчас Отношишься К тому Что я говорю Вообще Без разницы Потому что Я знаю Настоящее Может быть Я не так Много знаю Как я хочу Знать Хотя его По сути И знать То нельзя Оно такое Большое Что никакие Мозги Не вместят Но по крайней Мере Я делюсь Настоящим Я знаю Пути Которые Может быть Мне Как пастору Принесли бы Больше Успеха В служении Но я не иду Этими путями Потому что Это неправда Это неправда Я хочу Идти путем Который является Настоящим путем Настоящим путем Я Так хочу Чтобы Мы с вами Действительно Влуплялись Из каких-то Старых вещей Старых пониманий Старых взглядов И входили В то царство Которое Приготовил Господь Когда ты вдруг Замечаешь То что внутри тебя Так расширяется Что ты прям аж Входишь туда Входишь туда И соединяешься С ним С царем царей И господом Господствующих Может быть У тебя уже нет Таких четких Пониманий Как было в этом яйце Зато ты видишь Бога И переживаешь Общение с Ним Не через стенки Доктрин Человеческих А лично Соприкасаешься С Ним Наполняешься Им И живешь Спасибо тебе За все Что ты совершаешь В нашей жизни Спасибо тебе Господь За милость Спасибо тебе За благодать Спасибо тебе За вечную жизнь И за царство Твое Я благодарен тебе Господи За каждого Моего брата И каждую Мою сестру Боже Спасибо тебе За привилегию Чтоб ты Сделал меня Пастором Господь Служителем Который призван Помогать им Помогать Двигаться Во Христе Иисусе Помогать Познавать Господа И Царство Божье Ты призываешь Господь Меня Учить Чтобы они Искали Царство Божие Правды Прежде всего Господь Дай мне Мудрости Дай мне Любви Терпения Сил Господь Сделать это Как можно Лучше Божьем Как можно Лучше Чтобы каждый Из нас Мог войти В тот мир Который Ты приготовил Для нас Господь Спасибо Тебе За все Через Что Ты Нас Проводишь Спасибо Тебе Господи За все Что Ты Делал В прошлом Но мы Не хотим Жить В прошлом Мы хотим Идти дальше Устремляться Вперед Господь К почести Вышнего Звания Во Христе Иисусе Я молю Мой Бог Благослови Благослови Каждого Вылупились В этот мир Даже Когда Возможно Мы Не находим Того Что Ожидали Того Что Придумывали Себе Господь Но я Молю Тебе Мой Бог Чтобы Это было Настоящее Чтобы Мы Не жили В Иллюзорном Мире Религии Но В мире Который Создал Ты Чтобы Мы Познавали Реальность Духовного Мира Реальность Духовной Жизни Реальность Твоего Царства Божьего Царства Твоего Господь Я Молю Мой Бог Чтобы Мы Переходили От Веры В Бога К Познанию Бога К Личному Переживанию Бога Они Просто Верили За стенкой Скорлупы Но Имели Личные Взаимоотношения Личные Духовные Переживания Милость И Благодать Твою Алли Леви Иисус Благодать Благодать Благодать